Друзья, всем привет! Audi A5 Sportback у нас сегодня. В этом видеоролике мы с вами познакомимся с автомобилем, пробежимся по его самым актуальным моторам, познакомимся с владельцем автомобиля, спросим, что ему в ней понравилось, зачем он ее купил, на каких условиях. В общем, детально дадим вам всю информацию. На сегодняшний день купить такой автомобиль новый уже нереально, потому что выходит совсем скоро. Рестайлинговая версия в нашей стране она совсем скоро поступит в продажу. Но вот эти автомобили очень часто люди смотрят на вторички. Если вы залезете куда-то на форумы, там, как правило, всегда про немцев. Одно говно, что не покупай, вложишь денег, отдашь квартиру, возьмешь кредиты, лишь бы ее содержать. Правда это или нет, мы сегодня с вами будем разбираться. Присаживайтесь поудобнее. Прежде чем мы начнем, коротенькая рекламная пауза, и мы продолжаем. Большинство из вас уже являются автовладельцами. Многие из вас собираются приобрести себе нового железного коня. И не секрет, что в современных реалиях все мы подвержены риску попасть в аварию. Не ты, так тебя. И в этой аварии не всегда нас может с вами спасти полюс обязательного гражданского страхования ОСАГО. Помимо ДТП существует множество и других угроз. Но давайте вспомним недавние проливные дожди в московском регионе, когда машины некоторые просто-напросто уплывали, словно это кораблики. Точно так же некоторые автомобили подвержены риску угона. В общем, риски для автомобиля можно перечислять бесконечно. И вот одним из лучших способов защитить себя и свои имущественные интересы по адекватной цене станет оформление полюса КАСКО от компании ЕвроИнс. Этот полюс защитит от таких рисков, как ущерб при ДТП, воздействие стихии, хищение или кража, взрыв или пожар, противоправные действия третьих лиц, повреждения с животными, полная гибель автомобиля и другие страховые события. Для вас, друзья, компания ЕвроИнс предлагает специальные условия, приуроченные к 17-летию компании. Вы можете оформить полюс КАСКО с выгодой до 50% при переходе из другой страховой компании и оформлении полюса в рассрочку без повышения финальной стоимости. Для оформления полюса вам необходимо оставить заявку на сайте компании. Ссылочка остается в описании. В комментарии напишите обязательно промокод МОШКОВ. После чего с вами свяжется персональный менеджер и сделает вам индивидуальный расчет. Пользуйтесь на здоровье, страхуйте ваши автомобили и спите спокойно. Абсолютно все немцы наборные автомобили. В нашем случае машина в хорошей жирненькой комплектации. Что у него под капотом, мы до этого дойдем. Что вы можете получить, если будете рассматривать этот автомобиль на вторичке? Оптика может быть как ксеноновой, так и матричные диоды. В нашем случае именно такие стоят. Это заряженная хорошая версия. Раз. У нас идет внешний и внутренний S-Line. Это что-то типа M-пакета на BMW, AMG-пакета на Mercedes. В общем, отличия такие, что автомобиль приобретает более агрессивный внешний вид. У нас идут девятнадцатые колеса. Резина здесь идет 255 на 35. Одна ширь и спереди и сзади. Подвеска на этом автомобиле как спереди, так и сзади независимая многорычажная. Клируемся у автомобиля 150 миллиметров. Кто-то скажет, это мало. Друзья, отдельная история. На ней даже останавливаться не будем. Черные зеркала. Опция. Вставки черные. Опция. Бесключевой доступ. Опция. В общем, можно все перечислять. В аудио ты берешь изначально машину, а дальше ты набираешь. И может быть такое, что изначально машина сама по себе стоит 2,5 миллиона. Для того, чтобы собрать более-менее нормальную комплектацию, нужно доплатить еще миллион. Жирную комплектацию полтора миллиона. Ауди А5 Sportback. Некоторые считают то, что Sportback это отголоски в какой-то спорт. Что машина как-то по-другому должна ехать. То же самое, как было, например, на BMW 5 или 3 GT. Grand Tourism. На самом деле здесь просто-напросто более комфортабельный и удобный кузов. У нас получается такой красивый лифтбэк. Большой багажник. Можно сложить заднее сиденье. Он станет еще больше. В общем, этот автомобиль более комфортабелен. Особенно он подойдет как молодым людям, так и взрослым. Но здесь есть один минус у этого автомобиля. Да как у любого седана. То, что посадка низкая. Что важно. Машина получается универсальной. Покупая ее молодым, ты можешь на ней хорошо раздать. Раз. Багажник у тебя большой. Туда поместятся все твои покупки. Туда поместятся коляски. Два. Ты открываешь заднюю дверь. Владелец. Ростом идет метр семьдесят два. Я сажусь прямо за ним, не настраивая сиденье под себя. Соответственно, места здесь, в принципе, достаточно. Вот так вот развалиться можно. Опять же, здесь есть специальное сиденье небольшое для ребенка. У него детей нет. Он катает своих племянников. Говорит, в принципе, ни разу не жаловался. Достойно, комфортно. Сзади у нас идет трехзонный климат-контроль. Соответственно, можно под себя настроить температуру. А это важно вот особенно для детей, чтобы под них можно было создать свой климат. Понятное дело, что как и абсолютно в любом автомобиле, что мы снимали до этого, наклон спинки здесь, к сожалению, регулировать нельзя. Поэтому на дальнее расстояние, если ехать там тысячу-полторы тысячи километров, спина будет затекать. Но с другой стороны, у кого она будет затекать? У меня. Мне 30 лет. А дети у кого там 12-15 лет? Я думаю, у них такой проблемы точно не будет. Самое интересное, что же у нас скрывается под капотом. Вот давайте я вам кратенько расскажу. Изначально этот автомобиль, самую доступную версию, можно было купить с двухлитровым бензиновым мотором на 190 сил с передним приводом. Вот в прошлом году, в 2019, такую машину я лично покупал по цене 2 миллиона 172 тысячи рублей. И в целом люди покупали плюс-минус по этой цене, подчеркиваю, я называю честные цифры, когда все прозрачно. Не так, когда вас обманывают с кредитом, либо с трейдином. Вторая версия. Это двухлитровый мотор, тоже на 190 сил, но дизельный. И он уже идет с полным приводом. Вот такую версию в самой простой комплектации, в принципе, можно было найти по цене 2 миллиона 450 тысяч рублей. И это была уже, в принципе, хорошая цена. И третья версия, как в нашем случае, это двухлитровый бензиновый мотор на 249 лошадей, который изначально выдает 370 крутящего момента. Вот такую версию, конечно, можно было купить по цене около 3 миллионов рублей, что, собственно, владельцы сделал. Но у нас, подчеркиваю, комплектация богата. У нас и внешние, и внутренние слайны. Есть дополнительные опции, которые все приводят к удорожанию. Что было сделано непосредственно с этим мотором? Была накинута прошивка, и теперь автомобиль выдает 320 лошадиных сил и 460 крутящего момента. Изначально паспортный разгон у автомобиля был 5,8 секунд. Теперь он стал примерно 4,8 секунды. Сам по себе мотор можно считать свежим, потому что он выпускается с 2015 года, но, тем не менее, на сегодняшний день он устанавливается на 2 автомобиля, в частности, это вот А5 и А4. На этот мотор, в принципе, нареканий нет вообще никаких. Все проблемы, которые были у предшественников, это была проблема с помпой, некоторые жаловались на цепь, здесь пока что этого нет. Возможно, с цепью что-то будет, но это будет после 120 тысяч км. Одна и та же стандартная история о том, что по регламенту изначально вам говорят то, что масло нужно менять раз в 15 тысяч км, но по-хорошему это нужно делать, естественно, чаще. Мы здесь останавливаться не будем, потому что про любой немецкий автомобиль можно говорить одно и то же, что в нашей стране нужно качественное топливо, нужно чаще его обслуживать, нужно следить за автомобилем, тогда никаких проблем вы знать не будете. Вот если вы будете рассматривать автомобиль на вторичке после второго-третьего владельца, непонятно, кто на нем ездил, непонятно, что у человека в карманах, вот как вот у меня сейчас ни хрена ничего нету, как он может обслуживать автомобиль. Купил на последние деньги, красивая машина, а потом начинается история о том, что все говно, все сыпется, все ломается. Машина требует ухода, машина требует содержания качественного. В таком случае никаких проблем не будет. Не хотите вкладываться, не нужна вам машина, покупайте себе японцев и никаких проблем знать не будете. Но вот эти тачки, они реально дарят удовольствие от управления. Опа-на, опа-на, ребята, вот это да! Вот кайф, смотри, я не топил в пол, это я чуть-чуть нажал, мы уже едем 100. В остальном работает она в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. На версию с передним приводом коробки реально отличаются. Тоже можно обслуживать и нужно обслуживать. Точно так же менять масло, машина проживет как можно дольше. По подвеске, по ходовой части до первых 100-120 тысяч км вы вообще никаких проблем взять не будете при адекватной езде. А так, накинуть сюда минусов, каких все мы знаем, ролики Андрея, Ярдрея, который показывает, рассказывает то, что из-за какой-то одной незначительной поломки, дилер вас может послать нафиг. Мы недавно снимали, ну вот в начале весны человека, который рассказывал про свою аудио, у которого постоянно были какие-то косяки. Всякое может быть, такого может произойти абсолютно с любым автомобилем, поэтому к этому просто нужно быть готовым как морально, так и юридически собирать все документы, потому что вам это в какой-то момент может быть даже на руку. Одна, вторая, третья поломка, приходишь к официальному дилеру и говоришь, забирай себе нахрен этот автомобиль, а мы с вами двигаемся дальше. Знакомьтесь, владелец автомобиля Тигран, 27 лет. Тигран, привет! Привет! Вот ты молодой парень, купил себе машину по цене 3 миллиона рублей. Парни, откуда деньги, Тигран? Ну, работаю. Слушай, я вот закончил институт и приблизительно где-то с 22-23 лет вот начал работать, потихонечку, потихонечку. Сначала взял одну машину, вот у меня была А4, потом тоже подкопил и поменял на эту. Взял кредит, соответственно, никто тебе никак не помогал, сам платишь кредит, правильно? Да, да, все так и есть. Предыдущая машина в 2017 году я покупал тоже Ауди, это же поколение B9, но А4, и она была 1,4, 150 сил. Не хватало тебе? Поначалу мне хватало, но больше мне не хватало полного привода, потому что она была переднеприводная. Хорошо, покатавшись на А4, ты уже начал присмотреть себе новый свеженький автомобиль. Почему ты выбрал, например, именно А5? Почему ты не смотрел какие-то другие автомобили? Японцы, они же практичнее, они же попроще, понадежнее. Почему А5? Ну, если честно, я ездил у брата на Тиане, ну, на японце, скажем так, типичный японец, и со временем я понял, что как-то, ну, волковатая машина, такая более спокойная езда. А когда попробовал четверку, мне очень понравилось, как она едет, как она роллится, ну, скажем так, как все говорят, влюбился в бренд. И уже рассматривал именно Ауди, ну, немного поглядывал на другие бренды, но Ауди меня именно волновало. А покупка этой машины вышла, ну, плюс-минус спонтанно, но я на нее засматривался, скажем так. Окей, когда ты ее покупал, ты изначально оформлял каско у дилера. Для того, чтобы понятно вам было по ценам, сколько ты отдал изначально за каско на первый год? Каско на этот автомобиль с франшизой, по-моему, 15 тысяч, мне обошлась у дилера 130, если я не ошибаюсь. Раз, ты уже владеешь автомобилем, получается, пошел второй год. И в пандемию ты делал вторую каско, ну, на следующий год. Да. Сколько ты отдал? Вторую каско очень выгодно я сделал, оно полностью без франшизы, страховая сумма даже больше была. И я сделаю со скидкой порядка 50 или 60 процентов, что-то около 55 тысяч она мне обошлась. Друзья, вот важная информация, видите, в пандемии человек, сидя дома, решил продлить каско, по кредиту обязан. Ну, условно, смотрите, опять же, когда вы берете кредит, если вдруг вы не хотите продлевать на второй год, вы этого не можете не делать. По договору там будет прописано так, что вас могут оштрафовать на 10 тысяч рублей и все. Как правило, никого не штрафуют, но вы должны не забывать, что не дай бог что-то с машиной случится, вы останетесь и условно без машины, и с действующим кредитом тоже. Машина сама по себе не дешевая, обслуживание у Audi тоже сама по себе не дешевая. Очень часто читаю ваши комментарии, люди рассказывают мне о том, ну как это торговаться с дилерами. Я приезжаю там называть какие-то космические цены. Тигран, расскажи в твоем случае, ты помоложе, ты пошустрее, что у тебя по обслуживанию и по ценам? Значит так, смотри, по обслуживанию это тоже все большой миф, что у дилера очень дорого. Да, у дилера дорого, но с ними тоже можно торговаться постоянно. Конкретно на этот автомобиль, первое ТО, дилера вам объявят где-то 20 тысяч. От 18 до 20 тысяч, но если по обзваниванию дилеров, поторговаться, поспрашивать, может какие-то акции, скидки, реально можно сделать тысяч за 14-15, а если вы еще приедете со своими расходниками, то есть масло, фильтра, но главное это купить в проверенном месте, чтобы был оригинал, чтобы вопросов не было, все бумаги дилеру показать, чтобы вопросов по гарантии у вас не было. То можно где-то, я думаю, первое ТО пройти тысяч 10-12, вот так вот, замена масла и фильтров. Вот у тебя сегодня какой пробег? У меня здесь примерно 16 тысяч. Когда ты первый раз менял масло, проходил обслуживание? Первый раз я менял масло на 5 или 6 тысячах. Сколько отдал денег? У меня было просто масло свое, конкретно за работы и мелкие расходники я отдал около 6 тысяч что-то. Раз, ну и плюс сюда масло добавляем, масло тысячи, наверное, 3-4, ну не больше. Три с половиной, да. Второй раз это я уже делал полноценное первое ТО в мае, масло было свое и обошлось мне все около 10 тысяч с моими расходниками. Машина у тебя вся блестит, ты за ней следишь, я знаю, что ты сделал керамику, я знаю, что ты сделал чип, вот расскажи, сколько денег ты вложил в этот автомобиль? Чип не обошелся со скидками и всеми там приятельскими знакомствами, 33 тысячи рублей. Это стейдж один, просто прошивка, легенькая, правда под сотый бензин, то есть сюда льется только сотый бензин, всегда. Ну она как выкатилась, она всегда на сотый бензин. Стоп, 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 сразу хочу тебя спросить. Чип, ты не боишься, что вдруг что-то случится, когда ты делал, тебе ребята что сказали, то что все ок, никаких проблем не будет, мотор вытягивает. Ну знаешь как, я очень много изучал, прежде чем решиться на этот шаг. И этот мотор на самом деле выдерживает. Stage 1, Stage 2 особо сильно не влияет никак на ресурс. Главное грамотно ездить, знать когда можно нажать, когда лучше нажимать не стоит. Поэтому я не беспокоюсь, единственное, вот вопрос гарантии, но она на гарантии, скажем так, все нормально. Друзья, всегда важно иметь хорошее знакомство, чтобы если вдруг что, было все хорошо, окей, кому надо, тот поймет. Далее идем, керамика. Керамика, значит после чипа, лето, все дела, решил немного освежить машинку, чтобы не было мелких царапок и так далее. И у знакомого была на дитейлинг студии акция, сделал керамическое покрытие в два слоя, с самой хорошей, самой дорогой керамики на сегодняшний день. Ну как меня уверяют, я точно не знаю, не буду ручаться. Обошлось все вместе с дитейлингом и все, 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 порядка 60-65 тысяч. Вот этот кузов очень примечательен тем, что лифтбэк удобный, а открыл, можно загрузиться. Ты в машине вообще что-то возишь? Да, ты знаешь, в последнее время я часто вожу и загруз практически полный, поэтому очень удобно, ну багажник реально и погрузочное пространство очень удобное. То есть все легко грузить, вытаскивать и объем, естественно, когда спинки складываешь, там вообще можно что угодно, мне кажется, перевести. То есть для путешествий этого за глаза хватит. Коляска пробовал, влезает. Самокат, коляска. Коляска как и большая, так и складная, которая вот рюкзачок такой. Особенно понравились мне вот эти сетки, когда едешь чуть активно, ваши вещи остаются на местах. Ты, парень молодой, ты сделал прошивку, машина у тебя мощная, как правило, потом начинают переделывать выхлоп, чтобы ты подъехал, газку дала нам. На самом деле я об этом думал, смотрев рынок, посмотрев, что вообще предлагается, я перестал об этом задумываться, потому что мотор двухлитровый. Как там, ни крути, что ни вари, ни делай, красивого, хорошего, сочного звука не будет. Единственный адекватный вариант, это поставить оригинальный выхлоп от S5, диффузор меняется, насадки двойные, ну и банки, они могут идти как отдельные, так же с заслонками, регулированные с салона. Стоит, я узнавал это порядка где-то под ключ, тысяч где-то 80 обойдется. Ну, кто где как найдет, если честно, ну, я говорю именно про оригинал, про качество. Я послушал у ребят как звук, ну, решил машину, скажем так, оставить в стоковом виде. По интерьеру у нас идет также внутренний S-Line, отличительные особенности, руль. У нас руль идет с подогревом, у нас идет лобовое стекло с подогревом. Порядка, говорят, что что-то 50-70 тысяч аж стоит само лобовое стекло, но эта цена не точная, поэтому уточняйте. Тигран, расскажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, что тебе нравится в автомобиле, плюсы, минусы его, нужно обязательно озвучить. Так, ну, давай начнем с неприятного, это с минусов. В целом, если честно, минусов нет у автомобиля для меня. Ну, так, конкретных таких, знаете, ну, вот что прям конкретно минус. Есть придирки, есть мои хотелки и есть неудобства, с которыми приходится сталкиваться. Отделка, глянец. В начале это все очень красиво выглядит, когда машину покупаешь у дилера, просто супер. Но я, честно сказать, слежу за машиной, пытаюсь, по крайней мере, сидеть за автомобилем и ничего здесь практически никогда не трогаю, потому что в большинстве случаев я езжу один, но все равно все в царапинах, все постоянно пачкается, грязно. Второй минус, это вот эти вот безрамочные стекла, очень красиво, летом открываешь без стекла, все красиво, все классно. Допустим, пошел дождь, дождь закончился, поехать, по привычке открываешь окошечко и тебе все залезает в салон. А зимой? Не примерно? Зимой, нет, не сталкивался с этим. Говорят, что есть такая проблема, зимой вот этот механизм начинает тупить, который опускает и поднимает стекло, когда дверь открывает. Но у меня зимой все нормально было. Скрипы какие-то по салону, косяки с электрикой, ошибки, может быть, какие-то вылетали, то есть заводской брак, гарантийный ремонт, что-то уже было? Да, значит, скрипы, скрипов по салону вообще ничего нет, все четко сидит, ничего нигде не дрыгается, вот все четко. Единственный минус, это их болячка и пятерок, это задняя полка, она начала где-то с пробега 12 или 14 тысяч скрипеть. Ну, это решается, шумоизоляция, там порядка пяти тысяч вопросов. Я просто никак не даю ребят, чтобы сделать это. Поначалу я, когда приходил у дилера, смотрел, хотелось электронную приборку, очень красиво, побольше экран, навигация вообще не нужна. Но, если честно, я спрашивал у ребят, и все говорят, что первые две недели ты просто играешься с ней, а потом, ну, никакого толку нет. То есть, переплачивать 300 тысяч, это стоит около 300 тысяч, дилера смысла, ну, я не увидел. Понятное дело, что если мы с вами сейчас будем вспоминать новую Audi A6, Q7, Q8, вот эти вот новые тачки, которые уже полностью переделаны по салону, где уже действительно космический корабль, чувствуется то, что эта машина стареет. Но, с другой стороны, ты вот так вот сядешь, опять же, если ты будешь смотреть на вторички, блин, ну, прикольная тачка. Рассказывай, у тебя здесь есть куча режимов, которые ты под себя настроил, мы выбираем индивидуальный, то есть, что в этом режиме будет, что ты там настроил? Значит, ну, тут как обычно, экономичный, комфортный, авто, динамичный и индивидуальный, самый интересный на самом деле, потому что можно автомобиль плюс-минус под себя настроить. У меня стоит настройка, все спортивное, единственное, рулевое и подвеска, то есть, управление автомобилем в комфорте, чтобы по городу было комфортно передвигаться, но в любой момент обгон, что-то перестроится, где-то ускорится, коробка сразу в спорте стоит, то есть, все быстро. То есть, в нашем случае больше ничего нажимать не нужно, курсовую устойчивость мы отключать с точки зрения техники безопасности не будем, все-таки, друзья. Несмотря на то, что здесь полный привод, мы находимся в городе, тем более, здесь разгон до первой сотки, там ниже 5 секунд, 320 сил, 460 крутящего, это для бензинки более чем достаточно. Опа-на! Опа-на, ребята! Вот это да! Все, соточка. Даже она еще раньше наступила, прежде чем я сказал. Вот он, хороший поворотик у нас затяжной. Идем, 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 идем. Ну вот в городе, понимаете, вот про что я говорю, нельзя так ездить, потому что по-хорошему нужно было бы сейчас топануть в полку, уйти вправо, потом влево, ну нахрен это надо. Но вот эта машина, она подбивает на активную езду. Все те, кто покупает 2 литра, 249 сил, рассказывают о том, что ездят и вдруг при покупке на вторичке. Да я ездил аккуратно, друзья. Аккуратно ездят на дизелях с передним, с полным приводом, либо бензинка передний привод. Ты чаще всего как на машине ездишь? Знаешь, вот в городе, где вот пешеходные переходы и такие моменты, допустим, незнакомый участок дороги или, допустим, где дети, естественно, я стараюсь спокойно ехать. Но если я вижу возможность, да, скажем так, я на ней еду. Мне некоторые говорят, да ты становишься BMW дрочером. Вот я вам одно могу сказать. То, как стоит на дороге Audi, это, конечно, совсем другая история. Машина, блин, вот она тебя всегда подбивает на активную езду. И самое главное, я не знаю, как это передать словами, это нужно ощутить каждому. Ты когда садишься, так смотри, руль вот так вот берешь двумя руками, и ты когда начинаешь раздавать, ты понимаешь то, что ты машину в каждом сантиметре перестроения чувствуешь. Как на большой скорости, так и на маленькой. Проезжая лежащие полицейские потихоньку, ну, естественно, дискомфорта не будет. Это абсолютно на любом автомобиле, хоть самую-самую дешевую тачку возьми, плавно ты проедь, мягко. Ну, нигде ты прыгать не будешь. Чуть быстрее, понятное дело, машина будет жестковат. Хотя вот Audi в этом плане, они сбалансированы, настроены по подвеске. Ну, вот кайф, смотри, я не топил в пол, это я чуть-чуть нажал, мы уже едем 100. То есть машина, она прямо тебе говорит, чё, куда, поехали, срываешься, удовольствие получаешь. Я раньше этого никак не понимал. Смотришь на некоторые, думаешь, что только зеленый загорелся, они уже уезжают куда-то вперед. Думаешь, зачем топить в пол? Так это у меня раньше были двухлитровые атмосферники, где нужно было в пол топить, чтобы уехать далеко. Здесь чуть прикоснулся, полетел. Минус какой? Машина у нас такая дорогая, но, например, доп. опции как двойное остекление нету. То есть, соответственно, на большой скорости все равно шума будет больше. Колеса 19-е, вроде бы там не 20-е, не 21-е, комфортно, но, как владелец даже сам отмечает, что на большой скорости шум идет. Шум идет, слушай, да, я забыл из минусов назвать шумку. Возможно, она нормальная, да, но из-за того, что ты сидишь низко. Плюс у меня резина стоит жесткая, цепкая. Она шумновата, сама резина тоже. Многие делают шумку арок, но я спрашивал у знакомых, говорят, сильно не поможет шумку арок. Так, суббота, суббота, а прямая дорога, она прям пошел. Слушай, раз, два, три, сто. 0-100 в городе, на МКАДе 100 ехать можно. В городе, где мы передвигаемся, где-то 60, где-то 80. То есть, разгоняться можно, и вот в этот диапазон с 20, с 30, да хоть с 0, машину вас будет просто-напросто вырывать вперед. Особенно, как говорит Тигран, есть сейчас вот под Шамаль, но он-то владелец, вы сами понимаете. И отключите курсовую устойчивость, машина будет ехать еще интереснее. Когда-то один с хорошей музыкой в такую погоду, машина после хорошей мойки, она будет ехать еще быстрее. Это само собой. Поэтому в этом плане, ну, удовольствие. Хотя при этом можно взять версию там с дизельным мотором, с полным приводом, что зимой вас никогда не обломает. Там расход топлива будет пониже. Тяга тоже неплохая. В принципе, там 0,60, 0,80. То есть, здесь уже все на ваш кошелек. Некоторые берут и с передним приводом, но все-таки Ауди, вот реально, Ауди должно быть с Quattro. Вот это вот однозначно, потому что здесь вы получаете полный потенциал автомобиля. Никогда неплохая погода, ни дождливая, ни зимняя, она вас напрягать не будет. Вы, наоборот, будете тому только радоваться. Вышел утром, зимой, снежок выпал, ты такой, опа-на, снежок выпал. А задним приводом раздумаешь, а много ли там снега-то выпало или нормально? Выводы здесь на самом деле простые. С машиной мы в целом знакомы. На вторичке можно найти машину как в живом состоянии, так в убитом состоянии. Это все индивидуально. Важно понимать, что вот этот мотор, 2 литра, 249 сил, это совсем другая история. Машина очень бодрая, машина очень активная и подбивает вас на эту езду. Мы вас призываем обязательно соблюдать правила дорожного движения, потому что безопасность должна оставаться на первом месте. Больше сказать здесь нечего. Всю информацию мы до вас донесли. Вам остается только сделать выводы и написать ваше мнение в комментарии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канала. Там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.